В этом выпуске мы вам расскажем о замечательном лобзике, произведенном в Германии, который упаковывается в Японии фирмой Beruf. Еще с уроков труда мы помним этот замечательный инструмент, но в большей степени не в таком вот цивильном красивом виде, а скорее вот в каком-то вот таком деревянной ручкой и достаточно простом. Значит, в чем его отличие от товаров других производителей. Ну вот, допустим, есть у нас такой лобзик 4084, очень недорогой, как видите, рамка не уже стандартной ширины под обычное лезвие, да, любое подходит. Вот такие вот зажимы обычные, как вспомните урок вода в школе, да, и рамочка не регулируется по длине. Обычная ручка, вот такой достаточно большой вылет, вылет большой для того, чтобы можно было пропилить как можно глубже. И вот такой инструмент, вы сюда вставляете билку и пилите. Это 4084, но он им, скорее всего, Китай. Значит, поставляет его фирма Jazz, насколько я помню. Очень дешевый инструмент. Ну, имеет место, так сказать, имеет право на существование. Более сложный инструмент с артикулом 12061 уже имеет вот такую возможность регулировки по рабочей поверхности по длине. Видите, вот весь в смазке. Принцип примерно такой же, то есть зажимные губки. Вот, и, соответственно, есть регулировка. Ну, так как бы двигается, как бы сказал, с трудом. Ну, в общем-то, тоже недорогой его преимущество. И можно подбирать, благодаря вот этим вещам, различные пилки по длине, да, то есть не только стандартные, но и различные. Вот. Сюда их положу, чтобы было видно. Ой, как серп и молот напоминает. Значит, что? Ну, основной рассказ у нас вот об этом замечательном инструменте. Сейчас попробую снять скрипочки. Ну, давайте для начала просто упаковку посмотрим. Все на японском, ну, и некоторые есть в разных китайском, ой, на английском. Все это сделано в Германии. Ну, и, собственно, показано, да, как вот работать. Можно какие-то сложные поверхности делать. Ручка пластиковая. На ней выграблено название производителя. Ну, такая достаточно удобная, хорошо лежит в руке. И уже в комплект входят две пилочки. 130 миллиметров, здесь написано, да, но, честно говоря, не знаю, что это такое. 130 миллиметров с 13 сантиметров. Наверное, максимальная ширина, может быть, рабочей поверхности, если его полностью выдвинуть, скорее всего, это она, да. Ну, здесь вот у нас получается восемь. Ну, и показано уже на рисунке этот инструмент непосредственно в деле. Ну, вот. Соответственно, я сейчас его пока вскрою. А пока вскрываю, покажу. Видите, там на столе у нас лежат еще пилки. Различных производителей. То есть, это того же самого производителя дыру. Они выпускают целую гамму пилок, предназначения которых различные. То есть, для различных видов поверхности есть пилки для древесины, для пластика, для смолы. Иногда, кстати говоря, полезно очень для смолы использовать такую пилку, когда нужно очень бережно что-то отпилить. Соответственно, я уже почти вскрыл упаковку. Тебяночку разрешаю. Так, вот, собственно, я его практически закончил скрывать. На самом деле, обманул я вас, ребята. Одна пилка уже вставлена. А смотрите, в комплект входит еще, я их не рассмотрел. Они приклеены. Раз, два, три, четыре. Четыре пилки. Для различных, видимо, материалов. Поскольку они различаются... А, смотрите, нет. Ширина зубчиков 61. 51, 50, 46, 43, видимо. Зубчики разные. Что у нас идет в этих наборах? Квартиристики одинаковые. Это одинаковые пилочки. Это одинаковые пилочки. BGK01. Так, вот, BGK10. Ладно, вернемся. Вернемся к этому лоптику. Вот, смотрите, здесь есть такие сечения. По всей видимости, для более точного позиционирования. Очень неплохо так внутри ездит это все дело. Видите, вот максимальная длина, но пилка уже не влезает. Но зато мы можем использовать пилки других производителей на большую ширину. Вот это, она такая, как бы, витая. В общем, для очень грубой поверхности. Жалко, камера не покажет, наверное. Вот, видите, такое вот. Но вы можете в любом магазине, собственно, пилки купить. А вот те, которые в наборе, они несколько отличаются от вот этого. Это уже обычные пилки с обычной поверхностью. Но различаются количеством зубчиков. Где-то более большие зубчики, где-то менее большие. Вот это совсем тоненькое. Видимо, для разных материалов. И для чистовой, черновой резки используется. Сейчас точно не скажу. По-японски, к сожалению, не читаю. Вот. Ну, вот этот инструмент, на самом деле, самая качественная из того, что мне доводилось видеть по лобзикам. Он, конечно, как и все, что продается в Японии, из качественного железа, достаточно дорогой. Ну, вот, можно, видите, отрегулировать. Регулировка, то есть, уходит плавно. Какой-то там смазки. Все аккуратно, красиво. Вот. Ну, пожалуй, на мой взгляд, это лучший лобзик, который я, по крайней мере, не видел. Ну, и однозначно лучше из того, что у нас представлено. Вот, видите, сейчас, да? Три лобзика разный. Ценовой категории. Самый дешевый, не без регулировки, но с большим выходом, что дает возможность более глубоко пропиливать. С регулировкой, то есть, средней ценовой категории. Это более качественный. Тоже с деревянной ручкой, но не настолько качественный, как вот этот. И самый, так сказать, самый такой технологичный немецкого производителя, вот эти Нунейм. То есть, вот это однозначно Китай, вот это Китай или Индия. Трудно сейчас даже сказать, нет информации. И вот это вот Германия. Выбор за вами. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok